всем привет меня зовут марина конечно хочется начать с того что спросить как вы переносите карантин как ваше настроение чем вы себя занимаете наверно уборка шкафы супы уже поднадоели всем но мне во всяком случае ну конечно хочу пожелать всем здоровья и терпения нам все это перетерпеть потому что я так уже немножечко начинаю сходить с ума от этой изоляции потому что сижу дома практически месяц без ну конечно там магазины пару раз ходила на работу ну будем надеяться что все закончится так что потерпимся еще хотела сказать что благодарна многим блогерам потому что за это время пересмотрела столько всего так удивилась даже почему я этого раньше не делала очень много информации интересные любопытные поднимающие настроение можно даже чего-то оттолкнуться что в принципе со мной шло отдельное спасибо вам хочу сказать что это все не зря казалось бы да там можно посмеяться но нет это все не зря и кому-то это надо поверьте и надеюсь может быть кому-нибудь я подниму настроение или расскажу о чем-нибудь ну или доскажу потому что информация об этом есть но кое о чем и не так много как хотелось бы я попробую немножечко рассказать значит видео такое парфюмерного характера скажу так что парфюмами конечно увлекалась всегда но что-то было но скажем не на такой волне как сейчас это меня интересует всего столько много оказывается информации всякой разной и очень углубилась понравилось мне это дело и до карантина и еще вот у меня как-то так случилось что все позакончилось я захотела обновить от ливантика в кучу всяких взяла познакомилась со множеством неизвестных мне парфюмами не до глубины души некоторые ужаснулась что так поздно я об этом узнала ну как говорится лучше сейчас зато я кайфую а вы уже нет вы уже все попробовали вот так что и уже сидя дома что-то по ностальгировала так с грустнулась мне немножечко я вспомнила такие времена свои первые какие-то духи о чем мечталась о чем хотелось и это навело меня на мысль поискать некоторые из них и вообще возможно это или нет оказалось что да все это есть существует что удивительно потому что некоторые истории там 15 плюс лет обратно как бы ну так я от жадности стала грести все подряд плюс то что видела у некоторых в роликах тоже так вкусненько сладенько все рассказывали что я короче говоря на хапала еще еще честнее если сказать но так вот и расскажу о моем таком первом ностальгическом воспоминании это один из первых парфюмов которые туалетная водичка которых я вообще потрогала но хотя мы заходили у нас городе есть такой большой торговый центр девчонками все там трогали конечно же пшикались и вот и я увидела этот бренд тогда это был бренд сейчас конечно это уже наверно мало кто знает и знаете он так был представлен как он стал на каком-то таком бархатном пьедестале что ли к эта красная коробка такая яркая конечно меня как такую сороку все это привлекает я подошла и в этой красной коробочке в общем-то увидела вот такое дело многие может быть знают это джоб или джоба я не знаю кто как правильно говорит вот улыбал тэви называется водичка я ее нашла ну я уже распаковала сейчас знаете сколько нюх и вот сейчас я я понимаю что этот вот тот день вот вот то мое первое чувство вот именно восприятие его такой же кайф и и вы знаете я всегда стеснялся еще почему-то побрызгать на себя но я выдать мне на шарфик еще попал потому что кайф длился несколько дней и вот этот вот этот яблоко вот это яблочная сладость такая где-то может быть коричка а ну а ну и честно сказать потрясло меня так что я очень его хотела ну купить конечно не могла потому что там школьница еще очень классно и я помню знаете даже вышла с трамвая и этот запах прям летел за мной просто вот догонял это так это было такое невесомое что-то я не знаю но вот вот такое у меня воспоминание об этом и значит расскажу вам что здесь цветочные ноты верхние яблоко извините уж подсматриваю так все сразу не могу запомнить средний корица жасмин и база это ваниль и ветивер или ветивер можете поправить меня вот и тогда конечно я ничего этого не знала сейчас вот последние тому же ухода год солнышко такой вот и читаю и мне все это нравится все эти нотки и надеюсь что научусь расклад но тем не менее в общем что я хочу сказать воспоминания свои я полилела получила так и трогать его приятно ой солнце светит прям вообще вот ну хотя и радостно наверное это стоило того вы знаете пользоваться может быть и буду но приятно классно не осмелюсь давать никаких рекомендаций уж точно советовать но мне кажется будь у меня дочурочка я бы ей такое подарила лет в пятнадцать шестнадцать не будет претендовать значит дальше что дальше была такая история под эту лавочку я как я уже сказала ранее соблазнилась девочка меня одна соблазнила блогер на из этой же линейки я этого не знала в желаниях моих воспоминаниях не было я его и не видела увидела первый раз в ролике девушка также сказала обратить внимание что здесь на крышечке есть некий цветочек я распаковал сразу проверила все есть вот и значит что поскольку сейчас мне нравятся сладкие запахи всякие деревяшки там косточки девушка рассказала что все это она чувствует чувствует вот этот джуб лэбэйн вот этот джуб лэбэйн переводится я почитала как ванная комната или баня но прям с баней у меня не ассоциируется но если ванная комната и такие махровые хрустящие полотенца и все такое какой-то пар и вот эти уходовые средства возможно можно нафантазировать но больше сладко деревяшек я не знаю который здесь заявлено мне маловато на мой вкус вот расскажу вам что значит бальзамический ванильный древесный ароматический пудровый пудровый ну да точно пудровый есть есть вкусняшка такая но честно говоря не зная не видя и можно сказать там как в слепую да заказать для меня находка и мне очень-очень понравилось деревяшечки ландыша роза и база это пачули ваниль амбра и мускус но я всему этому учусь в общем-то кайфую от этого мне нравится вот и ну в общем как находочка очень понравилось так что спасибо вам большое за наводочку буду пользоваться вот класс класс так дальше история была и значит что это вообще уникальная история я скажу что это было лето нам наверно было лет не знаю 15 14 и так случилось что мы жили рядышком с парком атрационов вы знаете все время было такое настроение веселье люди все время ходили и наверное вот у кого-то случилось несчастье возможно девушка или женщина потеряла сумку ну так и бывает и в общем сестра моя это притащила и там у нее в сумочке был такой мини флакончик вот такой и я такая листаю я увидела этот пузырек и вы знаете я подумала я помню как он пахнет вот помню вот просто вот досконально помню думаю я вот его закажу и понюхаю только чтобы проверить и вот вспомнить этот день но тогда мы я помню понюхали таки фу-фу-фу и знаете честно никто не позарился на это сокровище я уж не помню что было с тем пузырьком но вот сейчас заказала вы знаете я открыла я вот насколько точно я запомнила это что вот прям один в один ну с той разницей что теперь это никакое не фу а мне очень понравилось очень понравилось вижу вот как то травы много цветов разных мед я не знаю что здесь мед заявлен у меня сейчас посмотрим это значит цветочный бело цветочные древесные ароматические теплой пряной пудровый пудровый но уж не знаю если есть такая травяная пудра но это у меня честно говоря потряс вот вот именно это но единственно что пришел такой бидон в 100 миллилитров меньше не было вот ну восторг честно говоря восторг мне кажется я его вижу себя в нем может быть на волосы совсем чуть-чуть хотя по комментариям я читала и по отзывам говорят что такое такое себе но мне понравилось не знаю буду носить значит что здесь верхних нотах слива смородина персик апельсин ну много всего в средних гвоздика иланг иланг даже потом гиацин фиалка роза и база это амбра мускус животненькое что-то деревяшки ветивер и ваниль ну вот достаточно много хотя ну цветы цветами трава травой и пчелки и мед ну я вот так это вижу очень классно очень удивлена конечно уж не знаю у нашего бидон но может быть сестрой поделиться помнит она его не знаю но покажу и обязательно вот вот представляете такой стальгических вариаций ну вот и последнее что я всегда хотела попробовать я это видела это известно всем марка кэлвин клейн но я не помню у меня было пару их ароматов было и было кончилось я как бы не фана вот ну а этот он просто выбивался из своих товарищей это правда как бы он не похож и я стала искать естественно отзывы и видео нашла там молодому человеку подарили по-моему он сказал что расскажет ну уж не знаю рассказал нет я не нашла потому что мне очень хотелось услышать мнение об этом потому что как пирамидка так особо ничего такого не говорит ну только нравится или не нравится но отзывы такие что уж на любителя в общем это obsession что понравилось сразу жидкость такая жидкость коньячного цвета какого-то очень понравилось еще советуют выбирать с золотой под крышечкой что кстати интересно заявлено когда я заказывала было но пришло вот такое уж не знаю как насчет аромата отразится или нет но я подошла к нему один раз и отвалилась потому что на тот момент мне показалось что это ядреное дело и очень мне показался взрослым тогда ну наверное оно так и правильно а сейчас очень очень понравился очень настолько что я думаю как же так ну объясняется наверно временем пряный теплый на самом деле ладан да еще многие говорят что вот этот парфюм это лада что все кто любит стоит обратить внимание ну слава богу никаких бидонов не было это на 30 миллилитров и что самое интересное по-моему этот парфюм если я не ошибаюсь до 85 года представляете в наши дни еще можно вот найти в таком достойном варианте значит расскажу вам что бальзамический древесный теплый пряный пудровый амбровый верхних нотах цитрусы ваниль апельсин абрикос базилик даже представляете в средних специи кориандр деревяшки роза и база это ладан ваниль ветивера амбра животное ну ладан если кто-то вдруг запереживает что это там церковь свечки нет я это и совсем не то это очень очень интересно я так представляю что это уже такая холодная весна или осень уже начало кожаная курточка ну и конечно же чуть-чуть я буду носить там моим коллегам терпение ну постараюсь осторожно в общем вот очень мне понравилось как воспоминания нашла полюбовалась все купила себя порадовала надеюсь вам было интересно если что-то не так сказала поправьте вообще люблю косметику страшная тенюшница и вот теперь так углубилась парфюмерию бижутерию всякое такое что-нибудь вам еще наснимаю расскажу и спасибо и еще раз терпения вам всем и здоровья пока